всем привет это украина на вкус сегодня мы будем готовить очень очень древнее блюдо может быть самое древнее конечно же с современными некими вариациями для того чтобы рассказать вам о нем представьте себе что мы с вами в первобытных племенах вот в шкурах ходим мамонт отказался идти к нам на обед убежал от вас точнее скорее всего это вы от него убежали и что вам остается нарвать какой-нибудь съедобной травы и сварить из нее суп так вот сегодня будем готовить суп из крапивы для его приготовления нам понадобится тут на самом деле самое сложное потому что для приготовления нам понадобится съедобная трава любая вот какую траву вы считаете съедобной ту и берите идите в лес и попробуйте там что-нибудь съесть из зелененького если вам от этого не поплохеет запомните эту траву и потом запуляйте ее в сумку нам на газоне рядом с офисом ю и тв попались пастушья сумка подорожник глухая крапива одуванчик лобода клевер ростки чеснока и крапива ну окей ладно ростки чеснока мы не на газоне кроме этого нам понадобится фарш картошка лук яйцо и морковь сначала подготовим ингредиенты картошку режем крупным кубиком морковку режем полосками произвольного размера лук тоже режем кубиком его достаточно мелкий берем ростки чеснока и режем его достаточно крупными частями но где-то сантиметра по два не меньше он очень сочный и не такой острый как собственно говоря сам чеснок но очень и очень ароматный вообще этот суп он очень зеленый он очень весенний в нем не человеческое количество витаминов которые позволяли нашим первобытным ошкуренным предкам совершать те подвиги которые в конце концов привели нас в цивилизованное состояние так что возьмите его на заметку теперь на сковородке разогреваем растительное масло обжариваем сначала лук до золотистого цвета потом морковку до полу готовности и вот теперь добавляем наши ростки чеснока аромат по тире пойдет сразу такой что будет голову сносить теперь готовим фрикадельки смешиваем фарш яйца соль перец и одна столовая ложка крахмала он схватит наши фрикадельки сделает их сформированными не даст им развариться всем теперь лепим фрикадельки кругленькие и недостаточно небольшие где-то размером с глаз с близубой белки так как я в принципе не очень хорошо и четко различаю где клевер где пастушья сумка а где еще какая-нибудь трава я все это свалил воедино и нарезал достаточно крупно чтобы оставалась фактура ну и не целиком же ее туда кидать может должны с ней хоть что-нибудь сделать теперь берем в работу крапиву и здесь есть один очень очень важный момент в украине в течение столетий крапива была первым инструментом педагога когда украинские дети вели себя не так как это было нужно взрослым они получали по пятой точке ха крапивой и такая бодрость образовывалась сразу же от этого жжения и такой педагогический эффект образовывался от этой бодрости что дети как шелковые росли именно поэтому нам необходимо одеть перчатки ну чтобы не обжечь руки листья рубим достаточно крупно теперь в кипящую воду закидываем нарезанную картошку и нарезанную сырую морковку эта морковка должна отдать все витамины все микроэлементы и весь вкус в наш овощной бульон когда картошка практически сварилась добавляем в наш овощной бульон фрикадельки и обвариваем где-то минут пять может быть семь фрикадельки махонькие они сварятся достаточно быстро если картошка и фрикадельки уже готовы закидывайте всю зелень и чуть только вся зелень поднимется на поверхность воды добавляйте нашу зажарку из лука и морковки все выключайте не варите эту зелень она просто должна запариться посмотрите какой красивый супчик получился зеленый ароматный наполненный всеми прелестями всеми полезностями которая природа приготовила для нас для людей вот так вот мамонта не нашли зато нашли поляну с вкусной и питательной травой в этой поляне нашли саблезубого кролика который ел эту вкусную питательную траву кролика на фарш траву суп первобытный человек сыт и доволен а что хорошо для первобытного то хорошо и для нас с вами это была программа украина на вкус кстати а какая трава издревле используется у вас как источник витаминов и микроэлементов напишите нам обязательно об этом на нашей youtube странице или на фейсбуке все смачно а витаминов и витаминов